на самый балдеж смотрите это муж и жена она спрашивает ты куда ходила она говорит на 15 метров отходила ребята тут действительно я что-то об этом сейчас только подумал потому что сначала грозно на нее говорил а потом не грозно в общем тут жену муж может найти в три секунды однозначно другой вариант потому что тут никуда не уехать вообще только ну только если в море конечно это тут сразу все все расскажут все видят так что вот еще какое какая большая польза кто боится измен приезжайте жить на остров и и все вам не страшно вообще никто вам не изменит никогда сегодня 6 февраля завтра уже улитаем мы хоть и забрать эту панораму затемить а что делать муравью нос приделать так возьмем мы не получится встретить рассвет из-за тучек настоящий как вы понимаете из моря выходит до солнца вот пока не получается так это мухи уже проснулись это говорю единственный ужасный минус на макуша по крайней мере это страшные муки вот эти вот она покраснела но выходы эффектного конечно из океана увы но завтра последний день попробуем это какая-то цапля которая питается раками-отшельниками бедными ее показывают постоянно мультики как она их съедает из ракушки если вы ракушки поднимите но довольно быстро подпускает население мальдив что-то не более 400 тысяч человек всего всех ты сейчас траву в 200 из них заселенных сапля на меня вот это похоже самое интересное что она тоже со мной встречает рассвет уже совсем близко мы друг другу подошли мы вспоминаем хороший знак ничего не пугать тебя вот она присела все первый раз вижу это полицейская машина оказывается там написано полис кстати полицейские здесь не носят оружие вообще единственное чего боятся здесь по моему вооруженное какое-то количество армия есть в количестве может не знаю не более 20 человек как кажется и задача полицейских единственное вовремя оповестить о приближении пиратов а индийский океан патрулирует якобы российских кораблей и это мои товарищи по моему как удовольствовать проверим российские корабли и индийские военные и главное сообщить поэтому пираты которые боятся вот мальдивских островов в общем мои вот это знакомые из Иркутска это они мне сказали что здесь черепаха подплывает но она подплывает елки вообще и вечерком вернее еще почти темное время суток в 6 утра не знаю завтра может бодвиг совершу в 6 утра приду сюда ну красивенько но у нас к новостнику же вот это кстати местные пришли семьей вступаются они а вообще местные мафушинские вообще в океан не залазить если честно я всего вот это три раза который был на экскурсиях все больше мне в океан не тянет во первых потому что я обгорел и страшно спасает только зеленый крем который здесь продается 10 долларов небольшая и 20 долларов большая покупка алой веры его называют почему-то поэтому наверное как мафушинец тоже не особо я любитель тут нету оказывается как сказать утро и вечера тут сразу ночи и день все вот сейчас солнце она моментально встанет и может за час и все и пекло и точно так же вечером невозможно если вы вечером будете ходить и не и не тени я сгорел опять у меня сегодня опять болит коленки вот мои коленки вот это неплохой образ такой как птица волшебная какая-то хочет вылететь из облаков она злая-добрая она что не курсирует полицейские тут четыре человека кого нет потеряли во время рассвета еще удивительно но все равно конечно сансы я выучил стать в английском языке слушайте я понял чуть полиция к за по утрам местные только купаются написано мафушин но и сбить якобы это ну пляж очень какой-то и в общем здесь бикини не разрешено прям по-русски пишется но местные в жизни не наденут но общем это краса для наших то есть здесь купаться можно но только это пляж оказывает но это смешновато конечно то есть там естественно можно там где зона а тут ну тут как бы как бы нашим очевидно скорее всего штрафа местных может так если пьяным попадать старый раз до 25 лет тюрьмы это какой-то бред но по-моему так по моему загуглите сами я же не придумал да вот так вот пишется что нельзя в купальниках ну в общем много желаю что встретить солнце все будет ждать когда она покажется заблаков тут и местные и не местные но все кто в паранже естественно местные петельки на меня всегда критят местные которые в паранже если вдруг но они нечаянно о отдыхая на хочет стырить мой дрон она ворона смысле потом они кричат на меня чтобы я делал маску тут маску носят все первые два дня товарищи потом уже не носят вот вчера я сдал пцр стоит 86 долларов некоторые тут спорят народ ними и самарканда три семьи не знаю не сдавали по-моему так они и не сдали естественно никто с ними я в том числе не стал спорить вот сегодня посмотрим вот этот час был комфортный пока солнце сходило но сейчас вот оно да безжалостно здесь реально вчера в тени и сидели и я вместе с этими иркутянами они кстати говорят тут на байкале во-первых вода стала теплее потепление байкал стал зарастать водорослями какими-то и вот оно смотрите и и дешевле чем за 100 долларов вы никакой домик не найдете но вот так вот вот солнце появляется но вот это реально но видео уже это не восход как бы это так все равно интересненько все сейчас поджарит меня тут я вообще его опасаюсь кстати вот приехал местный с ребенком и они вот так как на ручках носят и катают на мотиках да но не это возят детский сад здесь есть он работает семи утра до десяти дальше они считают больше делать нечего мамы не работ которых на меня кричат это мамы они не работают так как должны за детьми ухаживать родители но здесь много пенсионарных заведений до школа госпиталь полиция банк естественно тюрьма там самое огромное количество работников вот зарплаты то 400 300 долларов поэтому вот этот аэротакси который гидросамолеты если вам продут билет за 200 долларов грубо до 200 300 то для них 10 раз дешевле 20 30 это они редко летают они вообще редко путешествуют местные очень редко максимум 50 километров они от острова у них лодка переходит от отца к сыну как наследство моторная лодка но хорошим двигателем в принципе у кого-то попроще у кого-то нормально они знают когда плавать когда шторм когда куда плыть вот занимается рыбной ловлей рыба здесь принципе свежая но не дешевая здесь они дешевая потому что но стейк это самый дешевый стейк вот по идее тунца стоит 10 долларов но как бы сравнить своими ценами для казахстана извините за 5 долларов можно килограмм мяса свежайшего любого купить но мясо естественно по полезности далеко уступает конечно тунцу но тем не менее вот они никогда в принципе мальдивцы не путешествовали и не путешествует и острова у них тут бывает огромные большие но там средние маленькие вот у нас остров он большой потому что километр а огромный это когда два километра вот это огромный остров вот это огромный остров все вот он сейчас встретил рассвет и поедет и поэтому жители огромного острова никогда не переедут на маленький и наоборот потому что Ну, для, например, жителей маленького острова, огромный, это считается просто дистанцией огромного размера. Потом множество жителей Мальдив не знает арабских цифр. И если где-то на пароме или на гидросамолете мальдивцев иногда сопровождают иностранцы, потому что, ну, или там, кто там, местный капитан, потому что они указывают им номер места. Ну, вот сейчас неплохие уйти. И самое главное, существует договоренность, по-моему, с Китаем, с Индией, еще с кем? С Таиландом, наверное, с Шри-Ланкой, близлежащим, потому что от Шри-Ланки здесь самолет летит 45 минут, как из Питера в Москву. 45 минут, то есть только взлетел и сразу садится. Вот, существует договоренность с этими, со всеми странами, то есть опасения, да, всего мира о том, что эти острова могут залить. Ну, вот он, уровень океана, и вот он, уровень острова, то есть максимальная высшая точка 2 метра. Волна, которая прошла по Маафуше, естественно, все снесла, слава богу, никого не забрала с собой, в смысле жизни человеческие. Вот этот цунами, который какой-то 2000 какой-то год, не помню. 300 тысяч человек погибло, еще я помню, так новости сообщают, так спокойно. Вот, ну, якобы 300 тысяч человек, ну и что? Ну вот, поэтому Маафуше он заново отстроенный. А вот это все последствия, вот это все последствия цунами, потому что вот с этой стороны оно пришло. И вот эта вся постройка, которая, не знаю, я не помню, что это такое, до сих пор она не восстановлена. Ну, на карту Австралии похоже, вот этот островодчик. Вот он. Так вот, если вдруг действительно глобальное потепление начнет заливать острова, то сюда вот этих стран, вышеперечисленных, которые близко расположены, забирают жителей всех Мальдив, вот именно, да, 400 тысяч человек почти, перевозят в свои страны, им автоматически дают гражданство. Ну, в общем, как бы все предусмотрено. Ну, я думаю, что если за все время ничего не случилось, мне кажется, от нас вообще ничего не зависит, вот нас кто охраняет. то вот это все придумал. Ну, не в смысле солнца сам бог, но это творение этих инопланетян или высшего разума, поэтому раз он это все вам дал, вам и нам, чтобы вы смотрели, вырабатывали эндорфины, гормоны радости и счастья, значит, пока ему это нужно, он будет сохранять вашу хрупкую жизнь, а ваша хрупкая жизнь и наша тоже, это как, извините меня, бумага, лист бумаги. Вот так местные готовят рыбу, ну и не местные тоже, быстро и легко. парень из Швейцарии, который любит только я принял, сказал, фрилансер, нельзя, все понимает. все так красиво, ребята, да, но безжалостное солнце для нас, сибиряков. просто без жалости, страшно выходить. вот руки, что сбежали, даже брюки, даже брюки убежали от меня. темно же болит еще. не, ну понятно, этот алоэ вера зеленый крем спасает, но ну вот, за эти, конечно, кадры отель арена бич считается высший отель. завтра мои знакомые остров Гули. вот там поедут, потом мне скинут видео. вот они под плящим солнцем. я две минуты не могу так уходиться. но они до обеда обеду не пыть до вечера. у меня вот точно такая же была 400 кубиков долги мне отдавали. без документов, правда. китайская с Китая. таскали тогда, да. можно было. это такой не футбол. в общем, все sunset sunset пока я тут запускал дрон, все sunset что значит закат. ну, что-то какие-то тучки непонятные или что? или сейчас оно подойдет к морю будет супер sunset то есть значит закат. что-то это не футбол. это не футбол. это не футбол. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Но я-то вижу точно В каждом в квадратном метре 100% Но ловить ее ни в коем случае нельзя Если у вид полицейский Будет бешеный космический штраф И вы заплатите как миленький Потому что иначе вас с острова Не выпустят, без шуток Местным можно без проблем ловить Вам ловить нельзя Для этого есть платные вечерние рыбалки Без проблем Ну что там долларов Ну от 30 до 50 Не помню Я не ездил Я так нарабатывался, ребята, не забывайте, что я учился рубокозяйственном институте 5 лет и еще год в НИИ Космирхе, поэтому там мы 6 лет уделили рыбу. Ребята, вот огромная раковина, которая у нас продается по, ну, грубо, тысяче рублей без проблем валяется. Вот тоже раковина, да? Без проблем тоже можете подобрать, но опасность существует, что если у вас нет чека, то большие проблемы. Замучитесь потом объясняться в аэропорту, поэтому нафиг нужны они. Вот это хребет вообще от барракуды, по-моему. Насколько я знаю. Его тут съели, видите? Это, соответственно, тут рака съели, то есть краба, пардон, хорошего. Крабы тут есть, но стоит крабовое блюдо минимум 30 долларов. Какие 30? 60. Вот так, наверное, 60 долларов. Вот такая раковина будет стоить, ну, долларов 15, наверное, минимум. Потому что у маленького я купил ската искусственного 10 долларов. Ну, это 100% 15, вот смотрите. Вот она величиной с телефона. Это ракушечка, вы не думаете, что она большая. Но брать их нельзя, еще раз говорю. А вот эта небольшая тридакна, они, естественно, тут кушают. Ну, это рыболовецкий же. И вот так вот неаккуратно разбивают и съедают потом. Там главное желчное удалить мешочек. Ну, моллюска-моллюск. И это не одна и та же тридакна. Это вот небольшая она. Хотя, может, это не тридакна, ребята. Да, что-то я... Ну, тоже огромная ракарина. Надо будет посмотреть, как называется. Тут их, оказывается, очень много. Они съели этих ракушек. Все, накрылся наш сансет. Точка пришла. Обидно. Ну, ладно. У нас дома не хуже сансеты. Тут все в остатках этих раковин. Вон ракушка лежит. Неплохая. Вот, соответственно, вы видите, да? Какой красивый осколочек. Вот, кстати, если бетонировать бетон, то супер получается аппликация. Прозрачность воды умопомрачительная. Нет такого чудо в Вьетнаме. Это и в Таиланде тоже редко где там, возле островов. В Индонезии нету на Бали. Ну, тоже там где-то. Да искать надо. Тут не надо искать. Тут везде. Сейчас ворона гнала. Или маленькая птичка, или маленькую летучую мышь. Бедная ночь куда-то залетела. Это малышка. То есть практически ее спас. Ворона меня испугалась. И улетела. О, не поймали, что-то вон идут. Там проплыла такая довольно, ну, небольшая акула-нянька. Вы уже не увидите ее. По берегу пройти бьетки, ну, не взял. Представляете, я... Тапки нормальные. Пробивается. Вот морда даже получается. Как будто тыква какая-то. Ну, что, вороны вот в пальмах сидят. Вот я не думал, честно говоря. Да, да, да. Она меня пугает, что я зашел в ее владение. Да я ухожу, не волнуйся. Она загнала сюда какую-то маленькую, видать, летучую мышь. Скорее всего, ждет, чтобы пока там вынырнет. Она говорит, видели закат? Ну, какой-то он не сильно серьезный. Она пугает меня. Достала, давай. Я все, ухожу уже. Че ты, такая негостеприимная. Или сильно борзая. Смотрите, она еще поближе ко мне подлетает. Еще вот так начинает шипеть. И издает какой-то звук непонятный. Давай. На севометре от меня. Ничего ты. Гидросамолет. В связи с пандемией их маловато стало, конечно. А так, раньше, говорят, их тут миллиарды были. Вот как эти... Не, вон она, она. Она прям за мной следует. Как эти акации растут, тут никакой нету почвы. КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok 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 Слушайте, я понял, они в меня влюбились, наверное Потому что я их боюсь снимать, конечно Сейчас они опять начнут на меня орать Смотрите, сели возле меня И обсуждали мой дрон Меня, но уже по-доброму Хотя я без маски сейчас Странно вообще Одна точно там есть та, которая Больше всех на меня нападала Может это такая Мальдивская любовь Так вот фиг поймешь Ну я всегда им улыбался, кстати Вот они, они Заместители собачек Здрасте Которые сиськи не едят Но рыбу зато с удовольствием, конечно Рыбу, крабов, креветки, осьминогов Вот это они Очень сильно любят Там местные Сейчас все выключаем Видеокамеру, иначе меня Эти вот мужики нормально реагируют на Неплохое Розовый блик такой На облаках Завтра я это уже не увижу Завтра я улетаю Вот она полиция, полиция Картофельное пюре Советую всем купить Вот я купил Показать Не покажу В общем, вот это все разновидности И там есть, конечно, из Чили Производство Мальдив Тунец Консервочки Грубо по доллару они стоят Вот это единственное, по-моему То, что дешево На Мальдивах Реально дешево И очень-очень вкусно Так, и знаете, что хочу Хоть пандан он называется Или панган Но я хочу купить по карте И нету елки Вот арбузы, пожалуйста Может арбуз купить Сейчас бы мне Замерить бы Сейчас я спрошу Соберу чемодан И если что, наверное, лишний килограмм И я добью консервами Это мальдивская коптилка Я думаю Что у них так Обуглено А это, кажется Рыбу коптят Вот это мое любимое творчество Народное Так называем Смотрите Везде есть художники Раз И смотрите 3D Продолжение дерева Заборчик разрисован Здесь вообще тетенька симпатичная Тетенька симпатичная И здесь тоже Ну Одиномышленники есть Даже на Мальдивах У меня, я считаю Потому что я такой же художник От слова худа Я в тысячу раз Еще хуже нарисовал У меня дача рыбами Разрисована Маленькая дача Тарханки Разрисована рыбами Разными Дельфинами Морской конек Там, конечно Цирк Рисунок Но мне Лично Нравится У нас мартовские коты А тут февральские Мальдивские Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»